Продолжение следует... 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 Конечно. Они же завязывают это в единый центр информационный, маршрутирование будут осуществлять соответствующим образом, в том числе и по больницам Москвы и так далее. Здесь очень интересная работа. Как у вас всё это в голове вмещается? Интересно. Ну и работа. Хорошая работа. Мы вам благодарны за то, что вы согласились с вами. Нет, я не согласился, это кто? Это процесс. А, будет наказано. Ему сложно работать рядом с Москвой. Конечно. Он из окружающих тоже что-то всасывает, но меньше, конечно, чем Москва забирает на себя. Но у него хорошие планы. Вы, по-моему, сейчас в трёх или четырёх городах области ещё поликлиники планы будут открыть? Да, мы открываем поликлиники. И больницу в час покажут. Леонид Михайлович нахваливает нас, но вы сами помните, с 2019 года, когда вы дали добро на строительство этого комплекса. Правда, первый, отдельно стоящий в Московской области. У нас 38 месяцев мы потратили. Конечно, мы понимаем, Леонид Михайлович нас тоже спрашивает. Мы понимаем, что эта красота, она, конечно, радует глаз. Но мы понимаем, что эффективность комплекса должна быть. Конечно. Да, Леонид Михайлович, сейчас это перед вами отвечает. Это твой красный. Представляете, какой хребетчик. За его имя. Когда подержаешь тоже. Это сад великий. Уже наоборот, уже который работает. Давайте я представлю, Владимир Владимирович. У нас, конечно, уникальность не только в том, что все профили представлены детской помощи, в том, что современное, самое современное, наверное, на сегодняшний день медицинское оборудование более 9,5 тысяч единиц. Но еще, конечно, я их очень люблю. Уникальная команда специалистов. И я вас хочу с ними познакомить, с некоторыми из них. Андрей Андреевич Свободов, врач, профессор, кардиохирург. Прооперировал более 4 тысяч детишек. Добрый день. Мне очень приятно влиться в новый коллектив детского клинического центра, который по праву будет считаться флагманом детской хирургии, не только, наверное, Московской области, но и, возможно, даже всей страны. Мой учитель, академик Леон Антонович Бакерия, когда я с ним советовался о переходе сюда, сказал, что центр Бакулева является ведущим лидером в кардиохирургии и создает новые технологии медицинские, диагностики, лечения. Но они не должны находиться в одних руках. Это надо транслировать на медицину всей страны. И вот наша команда здесь. Мы готовы помогать детям с врождёнными пороками сердца. Кстати сказать, в Московской области рождается ежегодно порядка 700 детишек с врождёнными пороками сердца. Они не все требуют прям экстренной хирургической помощи, но те, кто требуют, это достаточно тяжёлые пациенты, у которых очень часто бывает сопутствующая патология центральной нервной системы, почек, печени. И что Вы, кажется, делаете прямо с момента рождения уже? Да, от нуля. Мало того, если сопутствующие, я подхвачу Андрея Андреевича, мы, соответственно, и всё сопутствующие патологии, в отличие от узкопрофильных центров, тоже оперируем здесь. То есть и все консультанты, все специалисты тоже ребёнка могут посмотреть, что, конечно, очень важно, особенно на первых месяцах жизни для здоровья. У нас все хирургические профили поддерживаются, начиная от абдоминальной, таракальной хирургии, лоров, термологии, нейрохирургии, и даже будет единственное в Московской области отделение челюстной лисовой хирургии. Поэтому мы можем оказывать мультидисциплинарную такую помощь очень на высоком уровне всем детям от нуля до 18 лет. Познакомить хочу с Мариной Юрьевной Комиссаровой. Они с семьёй приехали из Санкт-Петербурга, и она и муж будут работать в нашем центре. Врач-педиатр. Как же так выспеченны? Я врач-педиатр с 16-летним стажем работы. Я хотела бы сказать, что в нашем центре будут лечиться дети с врождёнными пороками сердца, с сахарным диабетом и тяжёлыми неврологическими заболеваниями. В нашем центре 5 педиатрических отделений, где будет работать более 30 докторов, педиатров, специалистов. А в Питере где работают? В педиатрическом университете. Детский травматизм, к сожалению, у нас не уменьшается. У нас только в Подмосковье более 1,7 млн детей, а летом приезжают ещё, в частности, из Москвы, из других регионов, дети на отдых. И, конечно, мы не могли не подумать о том, чтобы открыть травматолого-ортопедическое отделение, травматологическое. 60 коек у нас в травматологии. И я хочу вас познакомить с Алексеем Валерьевичем Ивановым, врачом-травматологом-ортопедом. Добрый день, Владимир Владимирович. Я в 1994 году пришёл в специальности. На протяжении всего этого времени занимаюсь травматологией, ортопедией, оказывал помощь детям. Конечно, открытие вот такого замечательного, высокотехнологичного стационара в Московской области даёт возможность врачам двигаться в направлении помощи наиболее рационально и эффективно. Помимо всего прочего, северо-запад Московской области, получив стационар, сокращает время доезда скорой помощи. А это очень важно для детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. А их в прошлом году в Московской области было 413. Всем детям требовалась неопложенная помощь. Помимо всего прочего, этот стационар позволяет расширить спектр оказания медицинской помощи и, в частности, травматолога-отопедического. И травмпункт, и 60 коек, они, конечно, охватят большое количество детского населения. И 30 коек мы планировали реализовать для острой травмы, для политравмы, когда повреждаются несколько сегментов скелета, для сочетанной травмы, когда помимо повреждений костной структуры, повреждаются внутренние органы. А это происходит часто при дорожно-транспортных происшествиях, при падении с высоты. И эти состояния часто угрожают жизни и требуют неотружной реакции. Я хочу, прежде чем пригласить вас в гости, всё-таки показать масштаб и красоту нашего центра, потому что мы, честно говоря, его все очень любим. Он комфортный, прежде всего, для пациентов, для родителей, и он очень комфортный для сотрудников. И мамы смогут проживать. Мамы обязательно. Мы покажем палату. У нас в каждой палате предусмотрено проживание с мамой. И мы не делаем ни таких ограничений, Владимир Владимирович. Мы считаем, что, чтобы ребёнок был спокойный, в любом возрасте с ним может быть мама. Вот это у нас приёмное отделение, достаточно большое, причём выполненное по современным методам медицинской сортировки. Весь седьмой этаж занимает отделение реанимации. У нас 48 реанимационных коек. Оперблок большой, и фактически весь восьмой этаж у нас обман под оперблок, под основной оперблок. Я немножко позже, мы как раз сейчас туда и направимся, я немножко позже о нём расскажу более подробно. Вот. У нас есть и отделение лучевой диагностики. Вот это большой корпус, он у нас будет встречать пациентов амбулаторных, и там же находятся два отделения реабилитации, медицинской реабилитации. То есть, понимаете, мы замыкаем полный цикл детской помощи. От амбулаторного приёма до уже реабилитации после лечения. И, соответственно, все стационарные отделения, они действительно такие красивые, они действительно такие удобные. Тоже важно. Вы знаете, это очень важно, потому что вот мы ходим по операционным, ходим по палатам, и правда, мы вот, Андрей Юрьевич, спасибо огромное, потому что мы действительно сами радуемся тому, как у нас всё красиво и хорошо устроено. А уж отдельно-то, да, за то, что у нас все, кто приехал из Велика, они у нас с жильём. Здесь проживают на Востоке, М12, в Кувале. Сегодня это очень оживлённая трасса. Это тысячекоечная больница, если быть точнее, 1200 коек. Ту, точнее, этот госпиталь мы построили за 38 месяцев, здесь задача за 45. Он больше чуть-чуть. И вы поддержали самые сложные, всегда хватает проблем. Вы поддержали, правительство подтвердило целесообразность. Мы тоже понимаем ответственность по оказанию медицинской помощи, по качеству. В Балашихе, да, в Балашихе, там все подъездные дороги сейчас сделаем. Мы стараемся, конечно, заботиться о врачах, но уж и без них. Хорошо. Спасибо.